Воспитывать детей вообще занятие бессмысленное. Не знаю, вы замечали или не замечали, но это бесполезно. Дочка, дочка, да, нуждается... Вот смотрите, то, насколько отец любит свою дочь. Дочь любит себя, это ее самооценка на всю ее жизнь. Она просто туда прошивается. Чем больше любви отец тебе давал, тем ты увереннее себя чувствуешь, как девочка. То, как проявлялась в социуме мама, точно такой же будешь ты. Поэтому теперь у мальчиков то, насколько мать любила своего сына, это его самооценка на всю его жизнь. Но с мальчиками еще, если она его еще отпустила. Потому что она своей любовью может его задушить и убить. То есть в 16 лет по-любому должна эта связь оборваться. То, как проявлялся отец в социуме, сын будет проявляться точно так же. Он будет такой же, как... Ты будешь такой же, как твой папа. Или он будет такой же, как и ты. Поэтому меняйся сам. Дети будут точно такие же, как и ты. Дети не делают то, что ты им говоришь. Взрослые не делают то, что ты им говоришь. Мы делаем то, что мы видим. И все поступки, которые совершает отец или мать, ты их считываешь, запоминаешь и делаешь это сам. Хотите эксперимент? Давайте. Посмотрите на меня внимательно. Сейчас будет немножко гипноз. Шутки. Поднимите указательный палец вверх. Кто поднял указательный? У меня. У тебя нет. Вынимательный этап. Внимательный этап. То есть мы делаем то, что нам показывают. И то, как тебе показывают, то ты и повторяешь. А как можно вармейить сценарий? Сценарий – это нужна насмотренность. Это вот ты идешь в модель семьи и смотришь в другую. Ты читаешь больше книг с историями успеха. Внедряешь вручание. Ты просто внедряешь в свой мозг другие парадигмы и установки. Но надо сначала еще убрать негативные. Это такая работа очень тяжелая. А можно вопрос? Вот у меня две девочки, да? Кто должен больше воспитать участие в чашу? Мама. Да, папа или мама? Мама. Мама по салонам, мама в баню, мама с подружками. Потихоньку где-то с 9 до 12-14 лет ты должна ее водить. Сына отец водит. Там в баню, на рыбалку, на охоту. То есть адаптация социума происходит при... А если, например, разведенный, то мальчиком кто должен заниматься? Дедушка? Дедушка, брат, тренер, психолог. А если девочка ближе к отцу? Девочки всегда ближе к отцу. Больше слушают его. Правильно, да. Так смириться с этим не надо. А так и будет. А так и будет. Так и тебя наоборот слушают. Это навсегда. Девочки больше любят отца. Дети, сыновья больше любят маму. И это взаимное. Все на таких. Смирись, он будет для них авторитетом всю жизнь. Это нормально. А если в семье потом мальчик появится? И что? Он будет любить тебя. Девочки не будут. Ревновать? Да. Я к старшей дочке не подходил в течение года, наверное. При младшей. Потому что она начинала ревновать. У нас тоже было такое. Вернее, наоборот, я к младшей не подходил при старшей. Вот младшая родилась, если она видит, я к ней не подходил. Я тискал старшего. Больше внимания. Больше внимания. И когда она поняла где-то через год, что младшая это не угроза, ну все, уже можешь там обниматься, тискать как больше. Не тискать маленького больше, чем... Да. Но я так делал, и это сработало. Ну да, травма не будет. Это сработало, она не ревнует. Вот старшая сегодня не ревнует младшим. Младшая ревнует, а старшая уже все. А если дома только единственный сын, например, и у меня, например, встречаются такие парни, которые только единственный сын. Это капец. Это маменький сынок, скорее всего. И ты ее и с мамой не борешь. Он пока психологист не повзрослеет, ты его не дернешь оттуда. Это самая проблема большая. Смотрите. В многодетных семьях, да, всегда есть две жертвы. Я сейчас образно говорю, старший, он всем должен. Он умирает от инфаркта в 50. Пашет потратит. Да. И младший, который в 40 лет еще себя не нашел. Потому что его все любят. Мама любит, старший, у старшего деньги берет, мама не отдаёт младшему. Младшему не надо работать, он себя ищет. А посередине, вот между младшим и старшим, в принципе, благополучные лежат. Потому что с них эта нагрузка уходит. Вы заметили, у вас же много многодетных, у кого больше, так, двух, трех, да. Есть два несчастных, это один пашет, второй не пашет, и есть посередине, у которых все хорошо. Их никто не трогал, они сами развивали, как трава выросли и оказались сильнее. Да, это так и есть. Вот. Поэтому отпускайте родителей. А вы ведь сегодня? Единственное, в общем, ты уже замуж вышла за него или нет еще? Лежать надо. Не надо. Не стоит, мне кажется. Она старшая, но третьего ребенка не хочет. Она очень прям плачет. Кто не хочет? Старшая. В смысле, что ты родила? Да, что. Это пройдет. Ты просто, когда родится, больше внимания старше уделишь сюда. Или мужа попросить, чтобы он постоянно ее... Она не очень... Она недополучила любви, и поэтому она... Для нее угроза. Потому что забудут ее, да? Для нее угроза. Значит, отчим внимания меньше уделил, родной отец меньше внимания уделил. Просто попросить, чтобы он больше уделял ей внимания. А вот еще один вопрос. А вот, например, родители разведены, но ребенок почему... тянется больше к концу. Всегда так. Кровь не вода. Потому что кровь. Кровь. Все-таки. Кровь не вода. Кровь не обидно. Сколько волка не кормили. Да. Кровь не вода. Он все равно в воздушную сторону, они все пойдут. Они будут тянутся туда, как бы ты ни хотел. Почему бы все хотят с мальчиками? делать вот так делать вот. Ничего не делать. Ты не изменишь? Да. А что ты делаешь? А что ты делаешь? Потом пойми. Почему вот еще... Вот. Сын, да? Мальчики женишь мальчики, к мамам же ближе. Да. И тут, когда встречают женщину, Игрышина, ну, женится, да? Он сразу отстраняется. Правильно. Я же тебе говорю, он должен вытеснить тебя во второй контур, а ты будешь против. А вот тут вот самое интересное. Сын, Кровь не хочет отстраняться. Вот как быть, а? Он должен сам отстраниться, понимаешь? Он должен сам отстраниться. Поэтому бери провинциала, который живет один в городе. Так не сработало! А вот провинциал, который живет в городе, привез маму, да? Это сложнее. Это и вручение.